Доброе утро коллеги с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день понедельник 28 мая начинается очередная торговая неделя и я напомню что сегодня 18.30 как всегда по понедельникам пройдет вебинар на котором мы разберем большинство из инструментов в среднесрочной и долгосрочной перспективе и посмотрим что нас ждет на предстоящую неделю данная трансляция будет проходить на нашем youtube канале поэтому не забывайте на него подписаться нажать на колокольчик чтобы вам пришло своевременное уведомление о начале этого видео ну а мы рассмотрим на текущий момент основные валютные пары индексы сырье и начнем как всегда с пары евро доллара по паре евро доллар на сегодня на понедельник на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется в пятницу мы увидели обновление локальных минимум доходили до отметки 1.1646 что свою очередь на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции а ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на максимум который был зафиксирован 24 мая в четверг по цене 1.1748 а пара британский фунт американский доллар также продолжает свое движение нисходящее также в пятницу обновили локальные минимумы и что подтверждает сохранение нисходящего импульса следующие цели по снижению эту область 1.3074 ближайший разворотный уровень также находится на максимум 24 мая это уровень 1.3424 пока торгуемся ниже данного уровня тенденция нисходящая сохраняется по паре американский доллар канадский доллар сохраняется восходящая тенденция подошли к области сопротивления которые находятся а в области максимальные значения начала мая это отметка 1.30 и следующей цели это уход выше данного уровня движение по направлению на 1.3131 подошли к сопротивлению дальше уже будем смотреть как ситуация будет развиваться можем от этого уровня и отбиться и пойти вновь на снижение в области 1.2741 но в том случае если рассматривать его покупки то на текущий момент целесообразно это делать после пробития они вблизи данного уровня по паре американский доллар японская иена мы видим некоторые предпосылки начала восходящего движения сегодня открылись небольшим гэпом в области максимальных значений начала торгов пятницы это уровень 10974 сегодня торговались уже чуть выше на открытие что косвенно нам дает предпосылки на начало восходящего восходящей тенденции в рамках часового таймфрейма по данному активу данный сценарий будет актуален до тех пор пока мы торгуемся выше уровня 108 94 это минимальное значение 24 мая а цели роста это область 111 38 ну и уже соответственно после прохождения данного уровня движение на 113 будет вероятно а по паре австралийский доллар американский доллар сохраняется на текущий момент также тенденция восходящая следующий цель роста это движение выше отметки 76 0 4 и далее по направлению на 76 90 ближайший разворотный уровень по данной формации пока остается на прежнем уровне это отметка 75 0 1 а по паре евро фунт сохраняется тенденция восходящая сегодня также по данному активу мы открылись с гэпом и уже торгуемся выше максимум которые были зафиксированы четверг и в пятницу на прошлой неделе и вот здесь находится следующая область сопротивления отметка 87 96 после преодоления данного уровня откроются предпосылки движения на 88 48 ну а ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения которые были зафиксированы 23 24 и 25 мая это область 87 37 а по золоту мы видим коррекцию сегодня с открытия но пока общего направления восходящего это не меняет золото продолжает расти и следующие цели по движению это уход выше максимум которые были зафиксированы в пятницу по цене 1307 и далее движение по направлению 1330 а на текущий момент по данной формации ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальные значения которые были зафиксированы 23 мая это цена 1287 пока торгуемся выше данного уровня тенденция восходящая по золоту сохраняется а нефть марки бренд в пятницу смогла преодолеть области поддержки которая находилась по цене 70 804 долго мы ходили вблизи этого уровня и вот наконец пятницу а это движение произошло что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу нисходящего движения по нефти марки бренд и начало коррекции соответственно цели по снижению от области 73 41 и 70 45 ближайший разворотный уровень после преодоления которого мы сможем вновь перейти к покупкам на текущий момент находится на максимальные значения которые были зафиксированы 23 мая это область 80 ровно конечно данные уровни могут сформироваться и ближе по ходу движения но об этом мы будем говорить уже на наших следующих видео обзорах а по индексу dax есть предпосылки на начало на возобновление роста я напомню что на прошлой неделе началось коррекционно нисходящее движение и сейчас индекс dax торгуется вблизи отметки 13000 ровно в том случае если индексу dax удастся закрепиться выше данного уровня сейчас данная свеча мы видим уже находится выше но нужно всегда следить по факту закрытия свечей они в тот момент когда они еще формируются а так вот если индекс dax сможет закрепиться выше области 13000 то в этом случае будем ожидать начала восходящего движения с целями роста до 13 тысяч 206 ну и соответственно ближайший разворотный уровень по данной формации будем отмечать на минимальные значения которые были которые находятся на минимуме 24 мая это отметка 12 тысяч семьсот девяносто три по биткоину тенденция нисходящая сохраняется сегодня с утра мы вновь торгуемся ниже а минимальные значения которые были зафиксированы на выходных это область 7174 что сохраняет нисходящий импульс по данному активу ближайший разворотный уровень по последней формации отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы 26 мая по цене 7563 пока торгуемся ниже данного уровня тенденция нисходящая сохраняется и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был саков роман как всегда напоминаю что если вам нравится это видео то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях всем желаю хорошей торговой недели хорошего торгового дня и до свидания спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!